Здравствуйте! В эфире программа «Второе дыхание» – программа о спорте, спортсменах и спортивном образе жизни. Сегодня вы увидите «Даешь мини-футбол» – рязанский «Элекс-фаворит» отметил свое десятилетие. Таиланд – родина необычного бокса. Красивые и спортивные – берем гантели, идем в спортзал. Прошедший понедельник, 23 февраля, российские мужчины принимали поздравления в связи с Днем защитника Отечества. В Рязани эта дата не только патриотичная, но еще и имеет спортивный оттенок. Ведь именно 23 февраля в 2005 году в нашем городе появился мини-футбольный клуб «Элекс-фаворит», который спустя свое первое десятилетие с момента образования команды по-прежнему уверенно держит марку лидерства на футзальных полях сражений. Это сейчас мини-футбольную команду «Элекс-фаворит» знают практически все любители рязанского футбола. А 10 лет назад, когда молодые ребята, работники известного магазина электроники, только впервые собрались поиграть в футбол на коммерческом турнире, то, конечно, и в голову никому не приходило, что клуб ждет славные истории развития и успеха. Поначалу в 2005 году выступали футболисты только на городском или региональном уровне, но уже тогда им удалось выиграть чемпионат областных молодежных игр. Потихонечку втянулись, ну, сами знаете, как затянуло. Начали на любительском уровне, на дворовом. Вот пришли, ну, первые такие мини-успехи, хотелось чего-то большего. Вот, и потихонечку, потихонечку, в общем-то, эта идея такого, так скажем, дворового влечения, просто поиграть в футбол, перерасла в нечто большее. Вот, постепенные шаги делали в ранге соревнований, да, начинали с коммерческих турниров, любительских, того же товарищеских матчей. Потом вышли на уровень первенства города, но со временем поняли, наверное, что все-таки большой футбол, ну, так получилось, что все-таки душа належала более динамичной, компактной, более демократичной во всех смыслах. Поскольку решили, что для достижения результата необходимо сосредоточиться не на большом футболе, а на футзале, то далее Алекс Фаворит выступал в этой динамичной вариации игры с мячом. Впрочем, с выступлениями на свежем воздухе футболисты не попрощались. Они регулярно участвуют в розыгрышах чемпионатов и кубков России по пляжному футболу. Что же до спортивных побед, то уже через два года с момента создания команды к рязанским мини-футболистам пришло первое крупное достижение – победа в мини-футбольном чемпионате России среди студентов в зоне Черноземья. И дальше Алекс Фаворит уже никому не уступал пальму лидерства в городе и регионе. А за последние три года был сделан качественный прорыв – два года к ряду победы на первенстве России по мини-футболу в зоне Черноземья. И в нынешнем розыгрыше рязанская команда уверенно лидирует. В общем, как считают многие любители футбола, Алекс Фаворит уже давно перерос любительский уровень. Титулы-то они титулами, но самые главные титулы еще впереди. Я надеюсь, я уверен в этом, что все-таки идея создания клуба, идея его продвижения заложена все-таки в развитии. И хотим мы, и будем к этому стремиться развиваться дальше, повышать свой уровень. В этом сезоне мы все равно сделали ступень в своем развитии, шагнули уже в высшую лигу Б, чемпионат страны по мини-футболу. То есть, если мы играли в первой лиге, это уже шаг в развитии, я считаю, довольно-таки большой. Ну, во-первых, хотел сказать огромное спасибо тем людям, которые просто работают в клубе, которые нам просто помогают. Что немаловажно, не в пример другим профессиональным клубам Рязанской области, Алекс Фаворит полностью укомплектован воспитанниками рязанского футбола. Патриотизм – это слово для игроков нашего клуба. Не праздное. Вот это действительно есть. У нас играет, хочу заметить, исключительно местные воспитанники. Исключительно местные воспитанники. Рязанские ребята с Рязани, с Касимова, с Шилова. Ищем, учим. И действительно для них слово Рязань, Рязанская область – это не пустой звук. Такая позиция руководства клуба и тренерского штаба позволяет игрокам успешно развиваться, наращивать уровень командной игры, а также повышать личное мастерство футболистов. Сейчас же Алекс Фаворит с отрывом в шесть очков лидирует в первенстве России по мини-футболу высшей лиги Бен. На ближайших выходных команда отправится в Липецк, где сыграет несколько матчей в рамках пятого тура. А домашний уже шестой тур пройдет с 13 по 15 марта на привычном паркете спортзала Рязанского филиала Университета МВД, что на Ворошиловке. Татьяна Пыжонкова удостоена диплома Федерации тайского бокса Рязанской области. В адрес Министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области поступил диплом от президента Рязанской областной федерации тайского бокса Владимира Владимировича Печорских. В документе президент федерации поблагодарил главу Минспорта Рязанской области Татьяну Евгеньевну Пыжонкову за большой вклад в развитие и популяризацию тайского бокса на территории Рязанской области и выразил свою признательность. О популярности и достижениях этого вида спорта в нашем следующем сюжете. Тайский бокс или муай-тай – это боевое искусство Таиланда. Поединки в тайском боксе ведутся в полный контакт и по очень жестким правилам. Основу муай-тай составляет ударная техника. Удары противнику наносятся на всех уровнях – в голову, по корпусу, руками и ногами, локтями и коленями. Захваты и броски в тайском боксе играют менее значимую роль. В муай-тай культивируется также прикладная техника – работа с колюще-режущим оружием, различными видами ножей и кинжалов, палками, метательными ножами. Правительство Таиланда всячески способствует развитию муай-тай, а в настоящее время тайский бокс популярен далеко за пределами страны. В России не исключение. Тайский бокс набирает свою популярность день ото дня. И это неудивительно. Хотя бы потому, что это один из самых зрелищных видов единоборств. В нашем городе тайский бокс тоже весьма популярен, а рязанские бойцы показывают высокий класс на всевозможных соревнованиях. Яркий пример тому всероссийский турнир по тайскому боксу «Сильная держава», прошедший на неделе в Новосибирске. В турнире приняли участие сильнейшие российские спортсмены из Хемерово, Хабаровска, Томска, Омской и Екатеринбургской областей, Красноярского края и Иркутской области. Всего на татаме вышло около 200 спортсменов. Рязанский тай-боксер Уйбун Тахиров, тренирующийся под руководством Владимира Печорских, занял третье место в весовой категории до 63,5 килограммов. Как вообще прошли для тебя соревнования? У меня два боя провел. Один бой я выиграл, и второй бой я проиграл. У меня с ним спортсменом, нокаутом. Третьим местом доволен? Нет, конечно, я не доволен. Еще тренируемся с тренером, и потом в дальнейшем еще выступаем в чемпионате. Определенно, тайский бокс – это спорт настоящих мужчин. И в то же время он и делает настоящих мужчин, вырабатывая характер и вытачивая неизгибаемый волевой стержень. Быть поверженными, тем не менее, эти спортсмены не боятся и уверены, что всегда могут защитить себя и своих близких. Какие качества вырабатывает тайский бокс? Несмотря на то, что схватки муай-тай выглядят довольно агрессивно, у тайских боксеров существует определенный кодекс чести. Этот вид спорта предполагает уважительное отношение к противнику. Запрещается использовать любые оскорбления до и после схватки. Нарушение этого правила грозит потерей баллов, а иногда и проигрышем боя. Кроме того, боец муай-тай и в повседневной жизни должен быть примером честности, скромности и законопослушности. А вот жалости к сопернику – не место в этом виде спорта. Есть ли место жалости на ринге? Нет, конечно, не жалко. Я полную свою силу дали. Не ищу. Это бой. Что делать надо? Я делаю свои дела. А после боя мы как с друзьями общаемся. Все, ничего, так и плохо, ничего нет. Все будет после боя. Ну и, конечно, по уверению моего собеседника, тайский бокс – огромная составляющая жизни. Попробовав, остановиться уже невозможно. И кто хоть раз жизнью соприкоснулся с боксом, тот не может не полюбить это искусство. И, кстати, одной из главных отличительных черт тайского бокса являются традиционные молитвы и танцы, с которых начинается любой поединок. Эти церемониальные действия каждый боец совершает в углу ринга лицом к тренеру в знак уважения к нему. Во время поединка звучит традиционная ритмичная тайская музыка. Согласно поверьям, она позволяет бойцам освободиться от рутинных мыслей и сконцентрировать свою силу. В общем, тайский бокс – это не только пример настоящей мужественности и действительно мощных, порой даже жестоких схваток, но еще и очень красивое зрелище. На завершении программы с радостью хочется отметить, что весна уже даже не просто на носу, а практически распахнула свои объятия. Совсем скоро запоют птички и зажурчат ручейки. Ну а нам с вами предлагаю вписаться в весенний антураж не только здоровыми и довольными, но еще и красивыми. И если до сих пор ни один спортивный зал не стал для вас местом проведения досуга, то вот несколько советов, как все-таки взять и начать. В здоровом теле здоровый дух, а красивая фигура, подтянутые телом и крепкие мускулы – мечта многих и многих. Главное здесь не сомневаться, что мечта эта вполне осуществима. Очень захотеть и перестав откладывать на неопределенное будущее – начать. Да-да, именно взять и пойти, например, в тренажерный зал. В первую очередь нужно перестать стесняться, а если не очень получается, и вы уверены, что будете чувствовать себя не в своей тарелке, нет ничего лучше хорошей компании. Берите друга или подругу и вперед. Вместе покорять кантели, штанги и беговые дорожки. К тому же, как утверждают опытные посетители спортзалов, вместе сложнее прогуливать тренировки. Проще себя заставить, когда бывает не хочется идти в зал, когда устал после работы. Один другого будет заставлять, и это будет максимальный вариант. В общем, компании есть, вещи собраны, тело готово к спортивным подвигам, и вот он, спортзал, весь, целиком и полностью в вашем распоряжении. Сразу оговоримся, каждая тренировка – это система. Система, выстроенная по определенной методике. Подход «беру гантели» и «кручу, как хочу» тут не пройдет. Конечно, если вы изучили массу литературы и основательно теоретически подготовились, можете попробовать заниматься самостоятельно. Но в этом случае имейте в виду, что вся ответственность за ваш организм и его сохранность лежит полностью на ваших плечах. Поэтому оптимальный вариант – занятие с тренером. Профессионал все вам расскажет, покажет, подберет нужную программу и поможет достичь желаемого результата. В зале больше возможностей для достижения гораздо большего количества целей для любого человека. В плане спортивных достижений абсолютно любых. Можно накачать силу, можно накачать ловкость, быстроту, можно укрепить сердечно-сосудистую систему. Опять-таки, в кардиозале, на дорожке беговых. То есть спектр вообще полный. На то он издал тренажерный, где все основные снаряды, они в одном месте сфокусированы. Вот какие цели? Вот почему? Спортзал – это как? Это спорт, стиль жизни, каких-то чего-то добиться хотите? Как? Вот почему? Мне интересно. Ну, поддержание формы и хобби. Таких огромных целей, конечно, нету, но для себя это хорошо. Не отлыниваете? Нет. Заставляете себя сюда идти или уже необходимость какая-то? Нет. Додисциплинированность, просто привычка уже. Как на работу люди ходят, так же и три дня в неделю занимаешься. Что тебе может, например, помешать сюда прийти? Нет никаких ограничений. Я прихожу в любую погоду, в любое время. Мне нравится здесь заниматься. Я с удовольствием здесь занимаюсь. А давно занимаешься спортом? Ну, лет… год-три, наверное. Чего ты хочешь добиться или как? Просто для души? Просто для себя. Чего вы хотите добиться конкретного или просто для души? Восстанавливаюсь после армии и хочу выступать потом. Чего ты хочешь конкретного добиться или просто так, для души? Для себя, для поддержания себя в форме. Словом, обзаведитесь терпением и не теряйте целеустремленности. И тогда, ну же совсем скоро, спортзал станет вторым домом. А гантели, штанги и прочие спортивные прелести лучшими друзьями. И на этом на сегодня все. Будьте спортивными и здоровыми. И пусть всегда у вас открывается второе дыхание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова